Как тебе? Прекрасно, наелся я тогда, замечательный у вас коллектив, но и хочу отметить нашу актерскую игру. Да, да, да. Оскара, Оскара, два даже. Отметили, молодцы, молодцы. В общем, мы тут продолжаем тему, и, конечно же, в нашей студии не мог не появиться человек, который конкретно собой олицетворяет вот эту предпринимательскую свободу. Нам надо у кого-то спросить, ну и как вам там работается не на дядю? Катерина Катышева, предприниматель делает красивую посуду из керамики, собственно, с душой. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Катерина, это правда красиво. Очень, завораживаю. Попрошу вот операторов сейчас, во-первых, показать. Вот, вот, вот. Показать, что вы принесли. Скажите, пожалуйста, давно ли вы этим занимаетесь? После института лет 5-6, наверное, я, честно, не считала. Уже стаж хороший, уже стаж уверен. Да. Насколько это сложно делать? Вот люди, которые смотрят, говорят, да, я тоже так могу. На мастер-классе, в принципе, это легко делать, потому что мы подсказываем всякие технические моменты и помогаем людям, поэтому тот, кто боится первый раз прийти, это не страшно совершенно. Ну, а вот как вы начинали? Как-то обучались чему-то? Вот с чего у вас началось свое дело? С обучения в институте. Я, то есть, окончила по специальности керамики институт. А потом, ну, что делать? Попробую работать по специальности. То есть профессионал. Подождите, ну, у вас, то есть, получилось так, что по вашей специальности не было таких больших предприятий, где можно было работать с 8 до 5 или что? Не, почему были такие предприятия? Это были такие же мастерские, ну, люди, которые этим занимались. Но хотелось бы свое, потому что там приходилось подстраиваться тоже под стиль, под, не знаю, ну, работать на кого-то. Не ваше, это правильно понимаешь? Ну, да, не мое, наверное. То есть, получается, для творческого человека это еще и ограничение в свободе, да, какое-то? Потому что ты делаешь. Да, то есть, если работать на кого-то, то вам нужно было делать, давайте делаем все вот этого отличного кита, который хорошо продается, и делаем его 100-500 штук, да? Ну, мы сейчас примерно так и делаем, но это я уже делаю для себя. Но есть полет фантазии для творчества, что что-то прям необычное сделать, и это купят? Да, можно. Ну, когда сам себе. Другой вопрос. Наверное, самый главный в таких ситуациях, когда вы творческий человек, что-то делаете руками, это красиво. Насколько просто это продать? Ну, не так, чтобы просто. Вообще, я на самом деле продавец так-то не очень, сама по себе. Но за меня это делают магазины и интернет, и я в этом особо не участвую. То есть, я только делаю. Вы нашли, как договориться с магазинами? Ну, ножками по магазинам, по всем. То есть, прям ходили, проходили, предлагали товары свои? Да, где-то и отказывали, где-то и несколько раз приходила. И в итоге сейчас у нас хорошее сотрудничество со многими магазинами в Красноярске. Вот есть какая-то тут мотивационная история? Не знаю, сколько пришлось обойти магазинов, чтобы вот найти своего первого, свою первую точку? Хороший вопрос, я уже не помню, это было очень давно. Ну, вообще, обходила я порядка 30, может быть, больше магазинов. Все до этого отказывают? А, нет, до первого раза? Нет, я в общем. А так я не помню, честно. Вот скажите, а есть ли вообще у нас в Сибири запрос на такую красоту, на хендмейт, на... Ну... Эксклюзив. Да, на непрактичные, но очень красивые вещи. Кстати, это все практично. Из-за того можно пить, микроволновку ставить, посудомойку, все в таком духе. Я про человечка вот про этого, вот с цветами, например, да. А кто будет держать цветы-то? Тоже верно. Конечно, человечек. Ну, мне кажется, по регионам сложно судить. Всегда есть люди, которым это нужно, которые это хотят, вот. Но по сравнению с Европой, конечно, спрос ниже. Но он есть, просто надо искать. Какой-то, может быть, практический совет человеку, который вот смотрит сейчас по телевизору, который, ну, может, что-то делает дома там, да, и думает, вот как бы мне тоже так начать раскрутиться. Я имею в виду в плане там бояться, не бояться, или на что обратить внимание. Советы для начинающего предпринимателя, творца. Да, какой-то конкретный. Вообще ничего не бояться, если участвовать во все двери, наверное. Если это действительно нужно. Во-первых, нужно понять, ты хочешь этим всегда заниматься, или это одно из твоих мимолетных увлечений. И если ответ на первый вопрос, как бы, что он хочет этим заниматься, то да, тогда ничего не бояться. Не бояться отказов в первую очередь, не бояться то, что что-то не получается, и делать. Ксения, ну и такой вопрос, собственно, главный, говорим мы сегодня про разные графики работы. Вот сколько вы работаете в день, в неделю, не знаю, сколько требуется времени для создания, вот, собственно, таких произведений? Вот к вашему вопросу, я тоже думала, пока смотрела, я работаю очень много. Вот, и иногда, ну, в день часов по 10, по 12 иногда, вот. И иногда я считаю, что лучше-то нормированный график. Когда тебе сказали, в 5 иди домой, а ты не сидишь ночью и что-то еще параллельно делаешь. Потому что я на работе делаю, прихожу еще что-то дома доделываю, и параллельно еще веду там, как администратор работы, и как все вот эти вот моменты. То есть, иногда лучше команда, конечно. По костям только снится. Да. Слушай, зато ваши работы дарят вдохновение и красоту. Прикольно же. Да. Это вот вообще, на самом деле, чашечка у нас вот так. Перевертываешь? Хать. Смотрите, вы заметили? Вот, смотрите, вот так вот стоит, а на самом деле это чашка, чашечка. Хать. А так чудовище какое-то, маленькое чудовище. Ну, не надо, не надо. Ну, покажи еще раз чудовище. Для того как. Ну вот, ну вот, ну красавчик же, ну красавчик. Да, Екатерина Катышева, предприниматель и художник. Творец. Да, творец. Была у нас в студии. Спасибо большое, что пораньше проснулись. В своем тяжелом графике. Да, да, да. Когда приходится по ночам действительно лепить, творить. Да, ну вот теперь мы познакомили вас с человеком, который работает сам на себя. Да. И надо мечтать об этом, нужно стремиться к этому. Ну, если, конечно, душа лежит. Да, и гороскоп все-таки посмотреть. Вот блок полезной информации, там гороскоп будет.